друзья всем привет сегодня предлагаю вам сделать красивый интерьерный декор из ниток ириса техники макрымы мне вот такое вот колечко два с половиной сантиметра в диаметре вот такая вот бусинка вы можете использовать любое колечко в том числе деревянное специальное любую бусинку которая вам нравится нитки желательно брать хлопковые если у вас нет специального шнура для макраме вот таким вот образом я создаю жгутик наматываю 20 раз чтобы получить как раз толщину шнура который идет для макраме вот таким вот образом 20 раз толщиной разрезаю и получаю вот такие вот по 30 сантиметров жгутики таких штук я делаю 10 10 жгутиков они пойдут нам на крылышки теперь делаем туловище платье тоже на картонку 60 и 30 сантиметров я наматываю нитки 60 раз чтобы она получилась пышная платьица объемная вот таким вот образом быстренько намотали также как и в предыдущем случае разрезаем с двух сторон выравниваем все хорошенько так и получаем две части для платьица теперь берем картоночку и буквально несколько ниточек наматываем от сколько вам хочется для того чтобы прикрепить колечку нашу бусину можно одну ниточку взять можно несколько намотать и сделать жгутик так вот их выравниваем и продеваем в колечко вот таким образом а потом краешки нити заправляем внутрь и затягиваем получается вот такой узелочек теперь будем продевать бусинку если например у вас такая бусинка с маленьким отверстием как у меня крючок не пролазит можно взять клей стик вот такой вот промазать им край нитки вот так и этот край получается тверденький им легко продевать бусинку насквозь даже если там небольшое отверстие смотрите как об и быстро мы все правили если отверстие большой бусинке то можно и крючком ну так удобно и быстро принципе теперь вот так вот фиксируем двумя узлами вниз краешек направили и через петлю вывели один раз и повторяем вниз направили и вывели в петлю закрепили двумя узелками одну сторону и то же самое проделываем для другой стороны заправили и протянули и еще один раз вниз через колечко и затянули вот таким образом мы зафиксировали бусинку теперь берем заготовки которые у нас по 60 нитей и аккуратненько продеваем их колечко так чтобы все ниточки прошли вот так продели и сравняли края немножко подтянули все вот таким образом с одной стороны и дальше с другой стороны делаем то же самое продеваем аккуратно и все поправляем все должно быть одинаковое по длине приблизительно в любом случае вы потом будете это все подрезать и делать более ровным сейчас не страшно если какие-то ниточки будут выбиваться вот как у меня посмотрите это все будет корректироваться позже хорошенько все ниточки прочесать гребешком можно опуходеркой воспользоваться если у вас есть для животных и берем вот такой вот шнурочек у меня вот такой блестящий делаем петельку вниз поворачиваем задней стороной и вот так вот петелька вниз и вокруг нее туго несколько сколько вам хочется наматываем формируем талию нашей куколки хорошенько туго затягиваем можно посмотреть вот впереди как получается все ли вам нравится и потом краешек мы вниз вот так вот заправляем в петельку и подтягиваем вот это вот серебристую ниточку с двух сторон таким образом у нас получается хороший такой надежный узелочек и при этом он спрятан прям под подмоткой его не видно хорошенько затянули посмотрели что все ровно красиво и можно обрезать краешки прям туда под под самый край вот такая вот уже у нас вырисовывается куколка все мы потом красиво подровняем в конце а а сейчас займемся крылышками немножко скручиваем вот так вот наши жгутики по 20 ниточек выравниваем и вот таким образом заправляем согнули этой стороной округленной заправили в кольцо снизу вверх и затянули туда краешки вот таким вот образом подтягиваем хорошо и повторяем дальше выравниваем смотрим зависимости от размера колечка таких жгутиков может понадобиться разное количество вот с моим колечком два с половиной сантиметра в диаметре мне понадобилось на одно крыло 4 жгутика по 20 нитей вот я выравниваю понимаю что я вот дошла как раз до краешков все колечко закрыто с одной стороны и можно делать формировать второе крыло с другой стороны мы повторяем то же самое вот что у нас получилось теперь мы берем жгутик такой же я его закрепляю двусторонним скотчем ну или любым скотчем вы можете булавочкой иголочкой с бусиной вот главное чтобы он не двигался так удобнее будет ложим его сверху и потом ложим сверху верхнюю нитку крыла нашего вот таким образом и заправляем край вот так вот вниз подтягиваем первый узелочек будет не такой тугой и не так будет хорошо держаться ничего страшного 2 его зафиксирует опять повторяем то же самое и подтягиваем вот и формируется вот такой красивый узелочек он уже никуда не двигается повторяем процедуру подкручиваем немножко сверху уложим короткую нить крыла вправляем ее и подтягиваем еще раз каждую нить крыла мы делаем два раза вот таким вот узлом подкручиваем ложим сверху протягиваем внутрь и затягиваем 1 и еще разочек 2 следующую и так все крыло до самого конца по два раза короткая нить сверху длинной и затягиваем вот в так и узелочки вот что у нас получается второе крыло делаем точно так же берем нить фиксируем ее чтобы она не двигалась ложим ее сверху фиксируем нить не скотчем то кто мне прихватить подкручиваем немножко и по очереди кладем сверху и протягиваем первый узелочек не сильно плотный подтягиваем и сделаем сразу 2 затянули нужно всегда подтянуть немножечко ниточку верхнюю на хорошо продвигается вот что у нас получилось теперь я подрезала вот видите аккуратнее сделала срез платья и с крыльями делаем то же самое теперь мы будем формировать их форму в этом помогают гребешок какой-нибудь или пуходерка и ножницы вот так вот мы выкладываем ниточки в форму крыла формируем помогаем себе пальцами формируем ту форму которая нам нравится и аккуратно ножницами ножницы должны быть острыми вам тогда будет проще с ними работать вот что получается смотрим чтобы крылышки были симметричные одинаковые вот это все нужно зафиксировать или спреем с крахмалом или специальным спреем можно лак для волос сильной фиксации использовать пропитать хорошенько то что у вас получилось и она будет очень хорошо держать форму вот такой вот друзья на моем канале вы найдете еще очень много идей как сделать стильный красивый декор который можно подарить своим друзьям или сделать для себя для украшения своего дома все это вы можете найти на моем канале я использую самые простые материалы из того что под рукой милости прошу подписывайтесь пожалуйста всем пока